Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Поработаем с вашими комментариями и упоминаниями. Петрович феноменально, это наварикоз, обзор и рекомендации. Это очень мощное видео, я к нему долго готовился. Вообще-то я в интернете и более встречательного разбора не встречал. Лишь бы, знаете, видосик для того, чтобы вас к себе, а вот у нас, а вот у нас, а вот я сейчас вам как витамина ду, а сейчас я вам как склею вену и так далее, и так далее. То есть видосы в основном в ютубе не столько обучающие, хотя есть нормальные блогеры, которые стремятся просветить народ, но по большей части эту платформу используют для того, чтобы привлечь посетителей и что-нибудь упарить. Так, мы построили дом, вы, мы с вами, соседи, только я живу в Ростове на дому, мне 55 лет, мои соседи по улице преклонного возраста говорят, а зачем тебе под старость два этажа? У меня три этажа. Подвал я не считаю, подвальный этаж, первый этаж, кухня там такое, второй этаж спальня и третий, вот где я сижу, это кабинет. Представляете, я себе сделал кабинет. Так, два этажа на лестницу, мол, лазить. А я в ответ, это тренажер. Но они меня не поняли, сидят на лавочках. Я говорю, гуляйте. Они отвечают, мы и так гуляем сидя. Вот тут-то, конечно, и мировоззрение, и общий уровень знаний, образованности и так далее, и так далее, и так далее. Вот всё в этом сказывается. Наш организм, кусок мяса, он требует нагрузки. Более того, чтобы этот кусок мяса нормально работал, он должен снабжаться кровью, он должен сокращаться, он должен расслабляться. Если мы сели, вот как я сейчас перед вами сижу, ну и чего, у меня всё тут работает по минимуму. То есть мне не нужны мышечные усилия, мне не надо пищеварение, мне не надо костная система, мне не надо гормональная система, да мне ничего не надо. То есть я привыкаю вот к такому образу жизни и нагрузке. Естественно, всё, организм атрофируется, он приспосабливается к той нагрузке, которую он испытывает в повседневности. Как в космос, полетели, а там невесомость. А невесомость, и что, никаких усилий нету, и у космонавта, вот так для себя хотя бы, поинтересуйтесь, идёт очень быстрый распад мышечной массы. Поэтому одна из основных задач космических полётов, это то, чтобы тело, как-то сохранить тело, чтобы оно было в рабочем состоянии. Потому что оно быстренько, знаете, вот организм быстренько привыкает, вот это запомните эту вещь, он быстренько привыкает к тем условиям, которые вы ему создали. Поэтому если мы создаём условия с повышенной физической нагрузкой, ну, будем так сказать, слегка повышенной, там гантельки небольшие используем, приседаем, то есть всё там, ну, слегка там подтягиваемся, отжимаемся, мы тем самым даём нагрузочку на мышцы, и они держатся, сила и мышечная масса на том уровне, на котором мы даём нагрузку. Как только мы нагрузки даём больше, значит, тогда и мясо увеличивается, и то, и всё, пятое-десятое. Но тут разумная вещь, всё должно быть в меру, и всё должно быть функционально, то есть всё должно быть в рабочем состоянии, не просто накачал там бивень такой, а он не нужен в повседневной жизни. А для того, чтобы его поддерживать, вам надо ежедневно давать нагрузку. Ещё раз хочу сказать, если вы не спортсмен, ну, вот какое-то телосложение и физические параметры, чтобы вас они удовлетворили, там, силовые, выносливые, там, гибкость и так далее, да и всё, поддерживайте. Если вы хотите больше, ну, тогда влаживайте больше. Но как только вы это бросите, всё спадёт. Вот это вот запомните. Поэтому, вот мы там гуляем сидя, значит, у вас идёт деградация. Деградация вашего организма из-за того, что он тупо приспосабливается к той сидячей, лежащей нагрузке, которую вы ему даёте. Всё. Я считаю, тем самым худшее своё кровообращение. Ну, так написано. Естественно, кровообращения никакого нет. И кровь взвущается там. Надо всё, что угодно идёт. А потом, о, а как же нам разжижить кровь, ещё что-то. Да вы хотя бы гуляете. Вот будете просто-напросто гулять, грубо говоря, по полтора часа. В первой половине дня, полтора часа во второй половине дня. Да никакого взвущения крови не будет. Всё будет нормально работать. Несколько поклон вам за ваши рекомендации, разъяснение. Да, я вот разъясняю, разъясняю. Ну, как получается, вы же, как бы сказать, не обессудьте. Вас очень приятно слушать. Ну, благодарю. Некоторые говорят, у тебя и голос плохой, и косноязычен ты, и что-то там плетёшь и так далее. Если я так особо, знаете, вот это чувство, особенно, знаете, когда не столько в тему, сколько лишь бы, лишь бы там сказать вот то-то, то-то. Я этих людей уже просто-напросто и убираю. Убирайте из жизни всех тех людей, которые, знаете, по или с умыслом, или просто по своей глупости как-то вас унижают. В общем они вам нужны. Не общайтесь с этим. Я, наоборот, на канале вас возвышаю, стараюсь и сам возвышаю, и вас возвышаю. Ну, по крайней мере, я стараюсь, насколько там у меня там получается. Вот это очень важно. А принизит нас, все тут это самое принизят. Как будто вы наш отец, который наставляет нас на истинный путь. Благодарю вам. Ну, спасибо. По крайней мере, знаете, вот интересно произошло такое вот у меня понимание. Вот смотрите, все живые существа – это есть то или иное проявление божественной силы. Тем более люди. Тем более люди – это. И разные, конечно, люди есть. Но, вот интересно, как Высоцкий интересно так сказал, что пока я не узнаю человека, вот знаете, так сказать, вот капитально, я к нему отношусь хорошо. А как только, значит, узнаем лучше его качества и все там такие, что он собой представляет. Ну, просто-напросто, знаете, не осуждать этого человека, не что-то там такое сделать, а просто сторониться от него. Ну, он находится на своей ступени развития. Это важно понимать. Просто на своей ступени развития. И Вам с ним не по пути. У него свое, у Вас свое, как ребеночек. Вот развивается. У него вот то-то, то-то, то-то. И с позиции взрослого человека можно сказать, что ж ты тут делаешь. Особенно, если там ему годик два, три, там четыре и старше. Ну, а потом, говоришь, поднимется. Поэтому, поэтому лично я так. И тогда, знаете, вот в уме как-то меньше различных привязок, меньше различных вот этих негативных каких-то мыслей, то ты совсем по-другому относишься к этому. То есть более позитивно, более конструктивно и более творчески. Из-за этого, с понятием, когда ты к этому самому относишься, ты получаешь какие-то силы. Так, дальше. Депрессия, разбор. Тема нужна, советы дельные. Ну, давайте сейчас почитаем. Ну, если человек не женат в 46 лет, и требования к будущей избраннице значительные и правильные, что абсолютно правильно при серьезных намерениях, то при нулевых шансах в этой ситуации создать семью, депрессия будет пожизненной. И в жизненных обстоятельствах этот человек нужно уже не бороться с депрессией, а научиться дружно жить с ней. Вот вы, Петрович, говорите, что ничего удручающего в этой ситуации не видите. Абсолютно ничего. Ну, но я скажу, что это, так сказать, варьское слово. А то, что этому человеку светит одиночество в последние часы его жизни, эх, как хватило одиночества. Ха-ха-ха. И никто после его ухода не вспомнит его. Ну, 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 ну. Так, могила его будет неухоженной. Ладно. Прочем все. Если вообще кто-то озаботится похоронами, вы скажете, да когда это еще будет? А вы знаете, у меня совсем другое взгляд на это. Я сейчас его изложу. Когда медленно сползаюсь по склону к краю пропасти и не за что удержаться от этого пугающего движения, время по-другому течет. Время по-другому течет. Ну, я как-то немножко рассказывал себе. Ну, ладно, давайте, 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 давайте. Так, честно и откровенно говорю. Вот у меня, я, значит, женился где-то практически уже в 27 лет, 26-27 лет. Ну, в 81 году, в 81 году, значит, сколько там мне было. Ну, вот так вот, короче, было. И женился там. Вот. Мне хотелось. Я, так сказать, тешусь себя надеждой, что моя супруга была девственницей. Ну, выскажу, я выскажу, а там уж как вы хотите. Почему? Потому что есть такая наука телегония, которая говорит о том, что если самец, значит, был первый у самки, пусть даже ничего там не было, в смысле потомства не произошло, но тем не менее на ней записалась информация, и все последующие, как бы сказать, она там уже с другим будет, или еще там с кем-то, уже будут, как бы, иметь качество первого. Вот это, как бы сказать, вот это вот у меня засело, и я хотел, чтобы вот я был первым, чтобы жена, значит, у меня была вот это вот, будем говорить, первая, единственная, и с ней, так сказать, прожить всю оставшуюся жизнь. Ну, насколько там получилось, вроде как, вроде как получилось, ну, грубо говоря, так, тешим себя надеждой. То есть это делается для того, чтобы, будем говорить, особенно этот упор делался тогда, когда вот хотели, чтобы род шел вот только от этого человека, а не, как бы сказать, не было крови смешения от каких-то залетных там этих самых первочков. Ну, я расскажу, как вот, как это самое. Вот. И если вы вот так вот думаете, тут, конечно, конечно, тяжеловато, потому что сейчас на эту тему никто не заморачивается, и давно не заморачивается, и люди вступают в половые отношения там, очень-очень рано, будем говорить, и найти девственницу, это большая, как бы сказать, задача. И получится ли, что этот человек именно вам подойдет, или там не подойдет. Раньше раз там сосватали, да и все. Родители отвечали за девство своей дочери, и, как бы сказать, вот такая гарантия. Сейчас я не знаю, что там. То есть с позиции вот этой, это выполнимая задача, но трудноватая, трудноватая. Понимаете, как на все это посмотрят, как там, что, 46 лет, а вы хотите, чтобы у вас, грубо говоря, жена была лет 16, там, не знаю, может, есть там и 20. Вот такое. Это другое. Другое. И требования у вас вот такие. Вот, ну, как у меня, значит, были примерно. Так. То есть, чтобы рот чистый был. От вас. Все это такое. И тут депрессия. И вот, смотрите, вот у меня интересно так сказать, ну, ладно, пооткровенничаем немножко. Вот это вот у меня было первое. На этапе, когда мне было там 26 лет, или раньше, или там, ну, вот где-то вот примерно до 30 лет, вот это девство для меня было основное. Помимо того, что мне человек понравился, и он еще такой, ну, как-то сложилось, будем говорить. Ну, вот прошло, прошло время, прошло время, и уже на... сколько же там мне было? Грубо говоря, где-то 55 лет, мне вот это стало неинтересным. Я познакомился с женщиной, у которой уже была взрослая дочь, ну, подросток она уже была. Ну, естественно, у нее было достаточно мужчин, ну, как-то там они по тем или иным параметрам они как-то там ей не подошли. А вот у нас, будем говорить, как-то все это дело сложилось, и мне, как бы сказать, стало плевать на вот то, что там она там девственница, не девственница, и так далее. Мне стал важен человек, человек, с которым я буду жить. Вот, вот такая вещь. Плюс, допустим, если еще есть мани-мани-мани, возможность помочь вот этому первому ребенку, этой женщины, и плюс еще там своему. Ну, вот так вот. То есть, с возрастом, с возрастом, вот эти вот требования, они как-то начинают исчезать. Ты начинаешь понимать, что это такой же человек, как ты, который идет. И если вот действительно вам вдвоем хорошо, вы чувствуете, что, ну, получилось так, что там не получилось, брак тут не получилось, или еще что-то там такое. А вот у вас получается, вы как-то вам хорошо. Да, пожалуйста, пожалуйста, берите с ребенка. Получится свой? Хорошо, получится. и живите, и вот вам будет, и вот вам. Никакой ни депрессии нету. У вас будет дружно будете жить, потому что вы, наконец-таки, обрели того человека. Тем более, знаете, одно дело, любовь в юности там, она такая пылкая, но, как бы сказать, нету выдержанности, осознанности. А в зрелом возрасте вы уже понимаете, на какой шаг вы идете осознанно, что вам этот человек дорог. Не из-за того, что у него там то-то, 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 как бы сказать, внешние данные, а характер из-за характера и разбудится там. А вот именно характер. Характер это ваш человек вы чувствуете. Пожалуйста. И она, и вы, и вот тогда как-то и стремятся и общего ребенка завести, и того установить. То есть, нету никаких проблем вот с этим, когда начинаем мы понимать, что мы хотим, что мы хотим. Первого там, девственницу, либо же мы хотим, девственницу, с которой не знаем, будем мы жить или не будем, либо же мы хотим действительно свою вторую половинку, которая вот так же болтается, как и вы по жизни, ищет, дадешь, вот такой-сякой. Ну, будет все прекрасно. Поэтому я ничего удручающее в этой ситуации не вижу. Помочь другому человеку, помочь ребенку, которые, этот самый, допустим, вот это женщины, или там наоборот, но в основном женщина там с ребенком остается. Да, это вот какое-то такое интересное дело, нужное. А то, знаете, вот свое, 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 а чужое, вот именно, знаете, а вот это чужое. А мы у Господа там все свои. И если мы понимаем, что мы все свои, то это все наше. И мы это берем без всяких яких. И тогда Господь и даст детей. Он посмотрит, ага, если этот человек принял другого ребенка, как своего родного, заботится о нем и прочее, 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 тогда он пошлет и тебе своих собственных детей. И ничего важного, что что-то там с позиции телегонии, что-то там такое будет, это все будет ваше. В конце концов, все заключается в том, кто воспитывает ребенка. Это и есть истинный родитель. Вот этому и надо, как бы, знаете, радоваться. вот сейчас я вот прожил и как-никак дело идет к 70 годам и многое как-то, значит, поменялось. Я совсем по-другому стал смотреть на свою дочь, у которой сейчас годик внучку моему. Сколько приходится сил тратить ей на то, чтобы вот это постоянно с ним быть. И я стал лучше, допустим, понимать свою собственную мать, Царство Небесное и отца, ну, мать, которая, знаете, заботится о своем ребенке, столько влаживает, а ты что-то не знаешь, ты что-то не видишь, ты что-то не помнишь. И как-то с ней, ну, не так относишься, как бы сейчас. Вот я это самое по-другому. Вот, поэтому это шаг в изменении вашего мировоззрения. если вы хотите быть полноценным тружеником с Господом, который вам дал жизнь, который дал вам тем более там средства и прочее, 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 он вам дает это на то, чтобы вы это правильно реализовали, а не закопали. Вот помните, там, как Иисус Христос говорил, дал трем работникам хозяин по таланту. Один его просто закопал, там все равно его отдавать, выкопал. Другой там плохо там отнесся к этому, то есть особо не родил о том, чтобы приумножить хозяину, да, хозяина. Вот, а третий как-то вот это вот с интересом отнесся и к нему еще приумножил. Вот какие интересные вещи. То есть вот эти, вы знаете, байки библейские, евангелистские, они не просто сказки, в них очень, знаете, тонкие даются намеки человеку на то, как жить. Вот это как раз хорошо, что вы задали этот вопрос. И тогда у вас не будет никакой депрессии. Депрессия это вот я для себя истолковую так, это отсутствие стимула к жизни. Неинтересно жить, поэтому человек депрессия, ему неинтересно, у него там или не получается, или еще что-то там, ну, в основном не получается так, как он хочет. И наступает депрессия. А тут наоборот, смотрите, вот, та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Знаете, подружиться вот с другим ребенком, сделать его буквально таким своим собственным, в частицу себя вложить. Я говорю, телегония, это, конечно, хорошо, а вот частицу себя вложить, это совершенно другое. Поэтому никакой депрессии не будет, не будет, ничего я удручающего не вижу. Любая ситуация вам дается для того, чтобы вы себя в ней раскрыли. знаете, вот дали вам ситуацию вот такую, что у вас, грубо говоря, там, ну, вы там жену там не имеете, и смотрят, а как вы будете себя вести? А как, ну, вот как вы себя будете вести? Оттуда за нами наблюдают. У каждого человека есть светлый ангел, есть темный ангел. Вы можете взять вот такую штуку, которая называется страшный суд, и забить в этом самом на ютубе и вам, и вам, даже читать не надо, вам голосом приятным расскажут, что у каждого человека как минимум светлый ангел и темный ангел. И вот, в зависимости от ситуации, они, как бы сказать, записывают ваши хорошие дела, а этот черненький записывает ваши плохие там дела. В этой ситуации, Бог говорит, вот, я сейчас даже с вами говорю, у меня какая-то радость, знаете, появилась. Вы чувствуете себя хорошо, вам радостно, вот, из-за того, что вы для себя что-то уяснили, вы повзрослели, слушая вот это или рассуждая об этом, вы повзрослили. Поэтому ничего удручающего нету. Наоборот, в каждой ситуации это нечто такое интересное, которое можно разблести в разные стороны. В какую сторону вы заплетете эти черные вот это запишут, а светлые вот в это запишут. А то, что этому человеку светит одиночество и последние часы его жизни, никто после его ухода не вспомнит его, а это уже от вас зависит. Светит одиночество. А что вы себя в этот самый в мрачняк уже загоняете? 46 лет, а вы уже себя загоняете в мрачняк и все там такое. Вы уже себя затолкали, окружили негативным коконом. в мрачняк темных сил работает над вами достаточное количество, которые вас блокировали. Мы об этом особо не касаемся, но тем не менее, такие вещи имеются. А вы не знаете, как детство, вы уже часы, последние часы, вот что-то ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А смотрите, вот в последние часы за вами могут прийти черные и утащить, грубо говоря. Помните вот этот фильм «Призрак» с Патриком Свейзи? А могут прийти светлые силы. И для одних это, естественно, ужасный конец, которым его, грубо говоря, куда-то тянут, неизвестно куда, а другое он ожидает конца жизни. Когда за ним придут светлые и откроется нечто иное, откроются иные ворота, а вот эти, а вот чтоб они открылись, вот это вам дается и жизнь, для того, чтобы мы тут что-то сделали такое, что когда, грубо говоря, подойдет вот это мотырство воздушное, ну, страшный суд, посмотрите, это же не я придумал, а это. Вот. А там будет написано, а, да ты смотри, этот человек сделал столько полезных вещей, да он сразу туда идет в другие светлые миры, а этот, Ну так, это согласно страшного суда. Есть, конечно, другие мнения. Вот, поэтому, поэтому, последние часы, если вы, допустим, как я вам рассказывал, возьмите женщину, с ребёнка. Ну это что-то такое, у вас уже будет и, грубо говоря, и кто там посмотреть и так далее. Далее, могила его будет неухоженной. Кстати, у меня есть знакомые, родители которых, знаете, у нас комбинат строился, химкомбинат. И сюда посъезжались молодые специалисты. Они там съехались, организовали семьи и так далее. А их, допустим, корни там совсем в других городах. И вот они поумирали, поумирали. Действительно, за могилками особенно там никто не ухаживает. И вот как раз мои знакомые уже говорят, вот, а что будем делать, что будем делать, мы, наверное, дадим завещание, чтобы нас кремировали. Потому что действительно никого нету, дети живут где-то там, могут быть, за границей жить, в другом городе. И приезжать им сюда, там, допустим, ну, грубо говоря, в Ростов-на-Дону, с Новосибирска или там с Петербурга как-то, как-то ухаживать за могилками не так. Ну, их спалят, да и всё. То есть, вот такие вот это самое. Неухоженные и так далее, и тому подобное. И это уже, опять-таки, как вы воспитаете своё поколение? Будет оно к вам относиться с почтением? То есть, вот, допустим, грубо говоря, сын там, дочь, они скажут, слушай, вот этот вот неродной мне человек меня усыновил, мне, за мной ухаживал, воспитал, выучил, он был со мной, он вот, 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 знаете, вот как, ваша частица должна быть в нём. Вот, и, естественно, тогда какая-то будет отдача, что вот так вот как-то там поступить. Ну, если, естественно, не изменится всё это в наше глобальное мировоззрение, скажут, да, это всё ерунда, никого теперь не надо почитать, всех заровнять, всех там спалить и так далее. К сожалению, дело к этому идёт. Кто-то с похоронами позаботится, а с похоронами уже особо вы это самое не думайте, это уже не ваша забота, о ваших похоронах будет кто-то там заботиться. Ну, можете отложить какую-то сумму денег, если у вас есть, и расписать, что я прошу так-то, так-то, так-то меня там похоронить, грубо говоря. Если на то, я лично вообще не заботюсь о каких-то там похоронах или так далее, так далее. Пока, пока, вот ещё мы не понимаем, пока мы живём, мы не воспринимаем саму жизнь как величайший дар. Господи, да ты дал мне лысому, такому-сякому, этакому-сякому, такой огромный дар. Жизнь. Я уже не беру там материальное благотворение, что ты и дом по-человечески построил, и садик есть, и там какая-нибудь там техника имеется. Вот, как-то ты отблагодарил, хотя вокруг этого ничего нету, и это не должно было случиться, но вот это случилось. Благодарить, радоваться, а не думать о каких-то там похоронах или ещё чём-то. Мы живём на празднике жизни, и мыслями своими мы его можем, можем сделать. А можем уже себя похоронить заранее. Вы скажете, да когда это ещё будет? А вот, вот, а я не говорю, видите, что когда это ещё будет. У меня, видите, совершенно иная направленность мыслительного процесса. У меня совершенно иное мировоззрение. Мировоззрение, будем говорить, жизнеутверждающее. Я понимаю, что я частица Господа, как и вы, частица Господа. Господь создал всю Вселенную, Вселенную, и мы Его частица. И мы никуда не денемся, всё равно будем, пока будет вся эта Вселенная. И чё волноваться, так или иначе. Наша задача, вот, прожить эту жизнь в радости. Ах, как сказал. Так, когда медленно сположаешь по склону к краю пропасти, и не за что удержаться от этого пугающего движения, время по-другому течёт. А тут и время будет течь по-другому. Вы знаете, вот, опять-таки, дело идёт к 70-летию. И раньше у меня тоже немножечко такие мысли были, не скрою. Усу было, усу было, а вот тут заболело, там заболело и так далее. Вот, теперь же мне интересно жить, интересно жить. И самый важный, знаете, вот момент, это будет момент перехода из этого мира в тонкий мир. Два момента. Момент рождения мы появились. И момент ухода, что мы вынесли между рождением и уходом. Что мы взяли? Взяли радость, взяли какое-то созидание, взяли какое-то, знаете, вот, мы изменились, стали лучше другому понимать и прочее, 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 прочее. Либо же, либо же мы просто пережгли тупо свою жизнь, жизненную энергию, которую нам дали на то, что, грубо говоря, сало с хлебом ели, там, рыбку там ловили, грубо говоря, пилко потягивали, сидели на лавочках, там, щупали кого-нибудь за что-нибудь. Ну, сделайте хотя бы мыслями вокруг себя, знаете, вот этот вот мир. Кстати, знаете, почему вот, вот там Гарри Поттер и другие там такие произведения, типа, какие там еще про этих самых гоблинов, там, этих, рубаки, там, все это такое, а, это самое, Братство Кольца или что-то там такое. Вот это вот, все из-за того, что эти люди умудрились в своем голове создать целый мир, пускай он иллюзорный, пускай там обитают какие-то гоблины, пускай еще кто-то обитает там, Гарри Поттер, там, еще кто-то, еще кто-то, какие-то там сказки и так далее. Но они его создали. Так вот, и мы как раз создаем вокруг себя вот этот мыслительный мир. И мы можем тут быть и королями и так далее, я уж не говорю о светочах, здорового образа жизни и так далее, и так далее, и так далее. То есть жить с выдумкой, жить с некоторым таким интересным посылом, вот это другое дело. И как раз вот когда мы подойдем, мы можем, мы можем войти в тот мир, который мы уже мысленно создали, красивый, хороший мир и так далее. Кстати, его видел, это между нами никому, ничем, во сне я видел такой мир. Правда, меня оттуда попросили, но никому ничего не говорили. Вот, и время там по-другому течет, время тут по-другому течет, какой-то радости, какого-то хорошего. Ну вот, знаете, вот действительно что-то такое интересное есть. А вот этот весь этот шлейф, вот этот пугающий, мугающий, он только, вот действительно, депрессия все это рубит нашу энергетику, засовывает наш в кокон. И, грубо говоря, жизнь получается какая-то никчемная. И подавляющее большинство населения земного шара живет без выдумки, вот так вот никчемно, понимаете, никчемно. Что, что для себя сделали, та-та-ра-та-та-та-та-та. А вспомнить ей нечего. Кроме как, ага, сколько съел, кого там щупал, какого рыбу поймал, какого кабана убил. Ну там еще что-нибудь там-то такое сделал, та-та-ра-та-та-та. Понимаете, живите с выдумкой, живите в радости. А еще разок вы осознайте, что каждый вдох ваш, это огромная, огромная, будем говорить, благодарность за то, что вам дается. Вот стихи мне запомнились, я на этом закончу этот видосик. Вдыхая воздух, сразу скажу, стихи не мои. Вдыхая воздух, ты вдыхаешь вечность, а выдыхая в ней ты растворен. То милосердие, дыхание от Бога, запомни себе незыбленный закон. Вдохни всей грудью, задержи дыхание и мысленно в спокойствии скажи. Желаю миру мира, людям счастья, здоровья страждущим, слова те от души. Пусть тут, кто одинок, отыщет друга, и радость сложится обедать пополам. Пусть Божья милость, словно лемех плуга, распашит душу, сея счастье там. Пользователь, который это написал, пусть вот это вот счастье поселится у тебя в душе. Гони все вот это вот негатив из себя. Тебя просто-напросто хотят использовать и, знаете, потом выкинуть как ненужную бумажку, с которой вот все, что можно, было взято. Не допускайте этого, не допускайте этого. Жизнь явления индивидуальна, оно вам дано, вам дано. И силы, давшие это, они смотрят, а как же вы распорядитесь вот этим волшебным, бесценным даром. Хау, я все сказал. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.